Позвоните, скажите, что пришел живой мужчина, хозяин имени Антона. Я сказал без документов, чтобы без маски не пускать. Прямо про меня так сказать? Да, вот смотрите, чеботаренок, булгаков. Под принуждением, под вашу ответственность. Без маски никак? Мимо рамки тоже никак. А у вас? У вас маска? Сертификат есть на мне, что это маска? А я вам должен показать? Маска у вас есть. Вот она? Это не маска. Я везде так хожу, вы что? Вы меня не пропускаете? Нет, так не пропускаю. Меня ваше личное мнение не интересует. Вы же твою маску одеть не будете. Конечно. Проще вакцинироваться, проще чипироваться, проще встать на колени. Это потом. Это потом. Ну, конечно, потом. Вы регламентируйте, пожалуйста, свои действия нормативно-правовым актом. А по-другому никак? По-другому никак. Вы ошибаетесь. А зачем человек, если есть доверенность нотариально? Вот такая штука от нотариуса вас удовлетворит? Она подойдет, мне позвонят оттуда, потому что у вас в списках, которые присутствуют на заседании, нет. Что? Что вам скучно? У вас все хорошо. У меня все хорошо. У вас все-таки какие-то проблемы везде. Доступ к кровосудию вы нарушаете. Вы даже нотариуса не признаете? Я вам оригинал предоставляю, прочитайте. Постановление правительства 417 не признаете. То есть вы оказываете доступ к кровосудию? Ни по доверенности, ни в маске. Я как представитель представителя персоны буду представлять ее интересы. Я у вас спрашиваю, я не ошибаюсь. Вы не у меня спрашиваете. Вы Антона Николаевича спросили. Антона Николаевича. Нет такого. Живой мужчина, хозяин у меня Антона. Ага, хозяин Антона. Что? Человек, у которого именно святой Антон. Какой святой? Да, или какой вы? Меня что, святым уже сделали? Кому так обращаются? Да, именно так и никак иначе. Я так хочу. Другим можно, вам нельзя. А как мне можно? Живой мужчина, хозяин у меня Антона. Встреча с живым мужчиной для них грозит дисквалификацией пожизненной. Гаси конфликт на корне. Как куда? На заседание? То есть пойду все-таки? Ну я надеюсь, что вы то, что сказали, так и будет. Надеюсь. Прибили? За что? За что? Какой-то закон нарушил или что? А в следующий раз вам скажут, встаньте на колени. Вы что, встанете? Это подумал. Я что и делаю, я и думаю. На процесс не пускают. Вы что, не видите? Да это на них какие нервы надо. Ну все же по закону делается. Они сами свои законы нарушают. Оденьте, либо уволят. Народ одевает. А потом в больницу ложится. Постановление губернатора выше, чем постановление председателя суда? Конечно выше. Там написано текстильные изделия. Текстильные изделия? Да, текстильные изделия. Вы видите, она специально должность не указывает. Потому что она не является главврачом. Ну с моей стороны это точно не поддельно. А вот с ихней... Время 18 минут. Не пускают. Там судья свои требования. Ключевая фраза. Там судья свои требования говорит. Свои требования. Личная заинтересованность прямая. Процесс начался без защитника, без ответчика. Вот такое у вас правосудие? Российской Федерации. Хотите, я вам найду. Лопотнев решил меня не приглашать. Избежал встречи. Ладно. Не буду вам нервы мотать. Если мотал, конечно. Правосудие РФ снова закрыт. Фу. Хорошо, что хоть не брызгают антисептиками. Лопотнев. Я даже не знаю, как это назвать. А, в смысле он очки одел? Очки только с этим, с одним стеклом. Да, очко. Кто такой Лопотнев? Сначала на вы. Где ваши документы? Как в анекдоте. Про выхухоль. К Лопотневу меня привели в наручника. Ну, я его, естественно, там отчитал. Он меня прекрасно запомнил. Такое бывает раз в жизни только. Я как начал на него наезжать. Он уж так опешил. Как когда я на ты? В общем, Лопотнев первый, кто пошел на беспредел. И сейчас он поступает. Да, это сейчас он неправильно, конечно. Не культурно, не по-человечески, я считаю. Поехали. Здравствуйте. 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 Я хочу прийти на заседание. Поездка есть? Нету. Где у вас заседание? У Лопотневых, 222. Паспорт в окорке, сейчас позвоню, наточню. Позвоните, скажите, что пришел живой мужчина, хозяин имени Антон. Хочет пройти без документов. Живой мужчина, хозяин имени Антон. А документы? А? А, если вы, я раньше, личные документы у вас есть? Скажите ему, что он хочет пройти без документов. Без документов хочет? Да, ответить. У вас есть инструкция на случай таких ситуаций? Я сказал, без документов и без масок не пускать. Вы позвоните, пожалуйста, и уточните. А, у меня не вот только, что он ходил. Лопотнев? Да. Прямо про меня так сказал? Да, вот смотрите, Чеботаренок, Булгаков, я записал даже, в какое время вот опять. А, то есть в курсе, да? Да, без масок и без документов не пропускать. Такое указание. Да. Под принуждением, под вашей ответственностью. Документы, пожалуйста, подавайте, пожалуйста. Отсюда седьмой кабинет. Отойдите, пожалуйста, пока. Не мешайте людям, пока документы подойдите. Я же первый подошел. Ну, вот и говорите, документы не достойте. Видите, человек, люди собираются. Достает. Ну, быстрее тогда. Достараюсь. Нет, личных документов на стол бы падает. Замочек. Подождите. Подождите. Да. Да, 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 да. Ну, там они. Понял. Давай, ждем. Без маски никак? Под принуждением, под вашей ответственность. Мимо рамки тоже никак? Нет. А в мировом пускают? Да. Не видели видео? Нет. В мировом пускают. Да? Почему тогда улыбаетесь, если не смеетесь смотреть? Я только свои. Ну, промеряю. А, ясно, ясно. Мало ли там это, начальство проверку устроит, да? А я там где-то без маски. Это да. Да? Да. Зря не смотрите. Я вот про такие маски говорю с диоксидом титана, которые вызывают рак и разбидают кости. Не смотрели? Мы как-то не делали. Да. Неинтересно. 407-й. 4010-й. А. Нет, кто паспорт подал, дело? 507-й. 507-й? Да. Давайте дальше, подавайте буквально. 4010-й. А, заседание? Да. Качество кого? О, истец. Проходите, мужчины без металла. Благодарствую. Благодарствую. Благодарические предметы на стол выкладывали. Это что у вас? А? Шарфель? А у вас? У меня маска. У вас маска? Конечно. Сертификат есть на ней, что это маска? А я вам должен показать. Просто я знаю, что это сну. Что это? Сну. Металл у меня есть в голове. Что это? Шарф? Конечно. Шарф разве имеет форму трубы? Поэтому называется сну. Первый раз так сложно. Считайте в интернете, посмотрите. Есть, да? Конечно. Есть у вас маска? Что? Маска у вас есть? Вот она. Это не маска. Я везде так хожу. Вы что? Дело везде такое. Везде. Вон, видео посмотрите на канале Сругой надзор. Я вам серьезно говорю. Я везде подхожу. Не верите? Посмотрите. Как вас звать? Живой мужчина. Хозяин у меня, Антон. Хорошо. Вот оскорбление. Председатель сюда. Ознакомьтесь. Вы меня не пропускаете? Нет. Так не пропускаю. Тогда предоставьте согласно 417-му постановлению средства индивидуальной защиты. Я вам должен предоставить. А кто? Вы читали постановление? Смотрите, у меня есть распоряжение председателя суда. Позвоните, пожалуйста, председателю суда и уточните, могу ли я так сказать. Мне нужен его ответ. Меня ваше личное мнение не интересует. Послушайте, у меня есть распоряжение. О чем? Что вот там что-нибудь сказано про эту тряпку? Что в ней нельзя ходить? Вот видите, вы сами говорите, что это что? А у вас не тряпка. Подождите, что вы говорите, что у вас? Ну это похоже на тряпку. Уже похоже на тряпку? Похоже. Так вы определитесь, что это тряпка или похоже на тряпку. Так а маска похожа на тряпку? Маска на тряпку? Да. А почему она должна быть похожа? Слушайте, хватит дискутировать. Давайте. Проще на маску одеть и не убить. Конечно. Все, и нервы не даритат. Я понимаю. Проще вакцинироваться, проще чипироваться, проще встать на колени. Но это потом. Это потом. Ну конечно потом. Черт. Я вам разве тряплюсь, женщина? Да вот он. Что вы вакцинировались или еще что-нибудь, да? Это ваше личное как бы, да? Правильно? Вы регламентируйте, пожалуйста, свои действия нормативно-правовым актом. Я вам объясняю. У меня есть ответственное лицо. Ответственное лицо? Да. Начальницей для Баупинска лейдута листала. Да. Николай, Николай. А вы на заседание поделали в качестве группы? Вот скорцы вас приглашали. Истец, отвечу, кто вы. Вы ошибаетесь. Я у вас спрашиваю, я не ошибаюсь. Вы не у меня спрашиваете. Вы Антона Николаевича спросили. Ну вы мужчина Клопотнилова зачем направляетесь? Живой мужчина, хозяин меня Антон. Для чего вы направляетесь? Как защитник. Кого? Чебатаренок Людмила Николаевна. Мы сейчас ждем, когда ее ожидают. В смысле? Да. В смысле? Вы заявлены на процесс? Нет. А кто вас должен заявить? А, ну вообще заявляли, да. Кто заявлял? Чебатаренок Людмила Николаевна. Чебатаренок Людмила Николаевна? Да. Ну, пока ничего не говорили по поводу вас, что вы должны прийти на процесс. Ожидаем ее, она проходит, вот нам позвонят оттуда. А по-другому никак? По-другому никак. Вы ошибаетесь? Я не ошибаюсь. Я вам сейчас покажу, что вы ошибаетесь. Вот такая штука от нотариуса вас удовлетворит? Вот такая штука от нотариуса. Да. А сейчас мы все тут? По-другому вы говорили, но никак. Ну, подождите. Я жду. И что? Она вас, как доверителя, что она доверяет свои права, заявила на процессе? Заявила. Она подойдет, мне позвонят оттуда, потому что вас в списках, которые присутствуют, на заседании нет. Что? Что вам скучно? У вас все хорошо? У меня все хорошо. У вас все-таки какие-то проблемы везде. Доступ к кровосудию вы нарушаете. Я ничего не нарушаю. Ну, как это не нарушаете? Да. Для вас что? Нотариально заверенная доверенность не действует? Вы даже нотариуса не признаете? Я его не читал. Постановление правительства 417 не признаете? Я, во-первых, я его не читал. Так прочитайте. Вы сидите там, если... Я вам оригинал предоставляю. Прочитайте. Да, подождите. Я закончу, как я вас здесь. Добро. Я зашел. Я зашел. Через полиньки. Подождите. Уздаю нас туда зашли. Вот. Правильно. Надеюсь. Вы же меня не пропустите. Для чего? Я с человеком прошу. До чего я еще раз... Сопровождающий будет. Сопровождающий? Да. Он будет пониматься на заседании? Ну, вы же его не пропустите. Он заявлено найдется? Да какая разница? Нет. Он не участник процесса. Просто стоит человек. Я решаю, как я работаю. Я же не мешаю. Я стою, никому не мешаю. Стою, никому не мешаю. Стою, никому не мешаю. Я не захожу. Стоять сюда, пожалуйста. Нормально. Я же не прохожу на здание. Вы не стоите. Вы только перед себе делаете. Правильно. Вы не через полиньки. Послушай меня. Вы зашли сюда? Зашли. Правильно. Стоим? Артем, они тебе спуску не дадут, это однозначно, поступила команда, выйди просто вот за эту дверь, стекло прозрачное, гаси конфликт на корне. И вот сюда. У нас канцелярия. Не работает? Нет, они же кошки России только. Ну, в мировом суде тоже так говорили, а в итоге приняли все. А тут вообще даже не принимают, да? Ну, там я говорю, распоряжение председателя суда. Нет, вы мне по-человечески поясняли. По-человечески объясняют. Почтой России отправляются заказным уведомлением и описью, либо электронной почтой. Нет, это я услышал, это мне раньше говорили, но все равно приняли. А здесь даже кабинет закрыли, да? Нет, у них. Человек один есть, но он... Ну да, я и видел. Ну, ясно. Добро, благодарство. Как куда? На заседание? Где? Человек, который вы право представляете. А зачем человек, если есть доверенность нотариально? Она будет на процессе или нет? А вам какая разница? Ну, судья сказал, мы ожидаем ее или нет. А без нее никак. Подождите, почему? Если у вас есть доверенность нотариально, вы представляете ее право. Так. Так. И она хочет рассматривать дело без ее участия. Я ей спрашиваю, будет она сама на заседании? Почему без ее участия? С ее участием она придет. Я, как представитель представителя персоны, буду представлять ее интересы. Угу. Угу. Так, она будет присутствовать или нет? Ну, вам какая разница? Ну, мне судья задал вопрос или нет. Вам же задал. Я же вам объяснил. Вы ей пояснили, что есть доверенность? Кому? Кому? Судье, да. Еще ничего не пояснял. А, это он, да, Лопатнев. Ну. Ну. Да я вас и спрашиваю, мне позвонить просто надо. Ну, позвоните. Будет она или нет? Будет или нет? Если будет, он сказал, что ожидайте. Я откуда знаю? Должна быть. Вы спросите. Задайте. У вас процес 10-20? Примерно, да. Примерно или точно? Насколько я помню. Без 5 минут пойдете. Ожидайте. То есть пойду все-таки? Я вас спрашиваю. А, ну я услышал. Ну, я надеюсь, что вы то, что сказали, так и будет. Надеюсь. Я не отвечаю за нее. У меня от нее доверенность. Я пришел. Я буду участвовать. А поделитесь. Вместе с ней, значит. Да не говори. Доступ к правосудию. От вас, вот честно. От меня? Прибили? За что? За что? Я что, какой-то закон нарушил? Или что? Я знаю. Не знаю. Девушка, вот вы бы, вас бы не пустили на процесс. Я посмотрел бы как. Ну вот я сейчас стою. Не сказали ждать. Я стою ждут. Ну так в том-то и дело. А вам бы сказали. А информация выходит с вас. А в следующий раз вам скажут, встаньте на колени. Вы что, встанете? Я так подумаю. Ну вот. Ну вот. А я вот и думаю. Я что и делаю. Я и думаю. На процесс не пускают. Вы что, не видите? У вас его еще нету. Да как это нету? Еще нет заседания. У меня вот еще и будет. Я стою. Ничего же не случится, если я раньше на пять минут подойду. У вас... Четыре минуты осталось. До заседания? До без пяти. Десять, двадцать, пять минут на процесс. А, да, точно. Ну, ошибся. Подождите. Какие нервы вам сладко? На меня? Да вообще. Да это на них какие нервы надо? Ну все же по закону делается. Они сами свои законы нарушают. Вот посмотрите, что они заставляют носить на одном из предприятий города Сургутка. Вот такие штуки выдают. Пропитанные диоксидом титана. Вот написано. А диоксид титана вызывает рак и разрушает кости. Вот подходит и говорят. Вот подходит и говорят. Оденьте. Либо уволят. Народ одевает. А потом в больницу ложитесь. Да. Да. М . М . Продолжение следует... 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 Не пропитаны диоксидом титана. Я смотрел, что там написано, понимаете? И такого, что-то с чем-то где-то пропитано, мне такого нет. Понимаете? Ну, хорошо. В смысле, знаете, в чем проблема? Пошли бы, перевели себе медицинскую маску, вот, наверное, в аптеке. Вы знаете, я еще не добрался до твоего родового безлимитного счета. Да, есть только, как говорят. Поэтому у меня денег даже на маску нет. И как быть? Вот я не знаю, как быть. Я вот тоже не знаю. Вот хотите, я вам грею. Слушайте меня, уважаемый. У меня есть? Да не называйте меня, уважаемый. Я же вас не называю другими словами. Вам это оскорбительно? Нет, мне это неприемлемо. Не называйте меня так. Да. Как вы говорите, я не могу к вам так обращаться. Как вы там говорите? Вы можете, я вам не запрещаю, но я так не хочу. Человеку вы имя, который Антон, извините, я не помню. Что? Как вы там говорите, как вам обращаться? Человеку, которому имя Святой Антон. Какой? Святой? Да, или какой вы там? Меня что, святым уже сделали? Нет, вы как говорите? Нет, вы зачем меня... Я вам, да, да. Как вы хотите, чтобы вы к вам обращались? Я вам ответил. Живой мужчина, хозяин имени Антон. А, Живой мужчина, хозяин имени Антон. Да. Это просто долго так это все произносит? Долго? Святой проще, да? Просклонять... Мне проще вас, уважаемый. Да, проще просклонять человека так, как он не хочет. Ясно. Благодарствую. Городской суд. Живой мужчина, хозяин имени Антон. Что там, какое решение? Судья сказала, что мы не коммерческая организация, чтобы выдавать вам маски. Во-вторых, процесс уже идет, и я больше неуполномочена с вами разговаривать. То есть вы отказываете в доступе к правосудию? Я вас правильно понял? Судья сказал, либо маска, либо респиратор. Все. Так предоставьте. Мы не коммерческая организация, чтобы вам выдавать. Все, до свидания. Вы хотите сказать, алле? Ну что, секретарь не пошел на контакт? Говорит, нельзя в таком проходить. Что мы можем? Уважаемым, чем помочь? Чем? Ну, хотя бы не склонять. По-человечески разговаривать. Логично? Как не склонять? Я что-то не пойму, чего вы от меня хотите вообще. Вы хотите, чтобы я вас назвал как? Антоном или как? Я сказал же. Вам нравится, что я вас называю уважаемым или что? Я же вам сказал. Живой мужчина, хозяин имени Антона. Прямо так обращаются? Да. Именно так и никак и иначе. Я так хочу. Мужчиной тоже нельзя, да? А? Мужчиной тоже нельзя. Ну, вам нет. А кому можно? Другим людям, которые не склоняют. А гражданин? Нет, я не гражданин. А кто он? Я же сказал, живой мужчина, хозяин имени Антона. Уже десятый раз повторяли. Живой мужчина. Мужчиной же нельзя наживать. Почему? Ну, я к вам только что возвращался. Нет, вам нельзя. В смысле раз повторяли. Так вы сами все противоречите. Знаете в чем? В чем? Вы противоречите. Живой мужчина. Хозяин имени Антона. Хозяин имени Антона. Смотрите. В этом, в самом названии есть слово мужчина? Есть. Ну, а мужчиной получается просто обращаться нельзя? Можно. А все можно? Другим можно, вам нельзя. А как мне можно? Живой мужчина, хозяин имени Антона. Это вы так утвердили, что мне так хочу? Да, я так хочу. Ага, понятно. Совершенно как-то у вас все хорошо получается. Так что будем делать? Процесс начался. Так в том-то и дело, что процесс начался без защитника. Без защитника, да? Без, как сказать, без ответчика. Вот такое у вас правосудие? Да. Понимаете? Вас это устраивает? Я выполняю разгружение. Председателя суда. Так а где оно? Письменно есть? Письменно, вот, пожалуйста. Нет, а то, что именно в такой штуке не пропускать. Там прописано, какая маска должна быть. Какая? Вот смотрите, пожалуйста. Да я читал, там написано. Ну и что там написано? Там вот про эту штуку ничего не написано. Там написано текстильное изделие или еще что-нибудь. Постановление губернатора выше, чем постановление председателя суда? Конечно, выше. Там написано текстильное изделие. Текстильное изделие? Да, текстильное изделие. Почитайте. Российская Федерация, где хотите, я вам найду протекстильные изделия. Все. Постановление. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Постановление. Да, подписывается кто? Неизвестно кто. Неизвестной должности. И она по выписке Югрюл является не главврачом, а руководителем. Вы соображаете вообще, что они делают? Что я делаю? Да. Смотрите. Гербная печать есть у них? Возможно, это же ксарокопия. Ну, роспись есть. А кто это? Какая должность? Вы видите, она специально должность не указывает. Потому что она не является главврачом. Уважаемые, смотрите, есть постановление? Правильно? Нет, я вам серьезно говорю. Разберитесь сами. Не верьте мне, проверьте сами. Есть постановление, есть распоряжение, распоряжение государства. Да в том-то и дело, что есть какая-то бумажка. И вы верите. Вот я нашел про текстильные изделия. А, заняты? Что говорят на Антон? Не пройдешь? Я хочу ждать. Нам садимся? Нет, я хочу показать, что иные текстильные изделия в постановлении губернатора есть. Это текстильные изделия? Да. Ну, все. Свободились? Да, да. Что там? Вот смотрите, постановление губернатора, да, висит в административной комиссии города Сургут. Угу. Прямо оттуда видео. Написано грязно нам. Это видео? Да. А я неплохо видно. Ну, мне тоже. Ну, это, ну, все равно это постановление можно найти. Короче. И на официальном сайте есть. Это есть, да? Да. Это не подделка. Точно не подделка? Точно. А как вы в этом обосновываете? Ну, с моей стороны это точно не подделка. Ну, подождите, по-первых, если бы у меня хотел бумажный носитель был, а мне на видео показывали, да, я бы мог так ознакомиться, и я увидел, что это действительно подписано Комаровой губернатором. Я вас не ознакомливаю. Я вам просто говорю, и как я вижу, да, печать тоже, по-моему, черная, это, по-моему, копия какую-то. Вы, наконец-то, начали сомневаться. Ну, дело не в этом, дело в том, что даже росписи нету. Так я, видите, во-первых, я не могу удостоверить, что это действительно ее постановление, правильно? Да. А там вы убеждаетесь в постановлении главного врача? Я убеждаюсь вот этому постановлению и тому постановлению. А вы видели, что это именно он подписывал? Кто? Председатель? Председатель, да. Вы прямо присутствовали, что он расписывался? У меня, мои обязанности. Что, послушайте меня, подождите. Дискутировать можно долго, у меня времени нет. Я сейчас уйду. Ну, послушайте. Давайте завершим наш диалог. Завершаем диалог. Есть постановление председателя суда? Нет, просто хочу показать, что написано. Так, индивидуальная защита органов дыхания, медицинские маски, одноразовые, многоразовые, респираторы и иные, замещающие текстильные изделия. Респираторы, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека. При нахождении. При нахождении во всех местах и так далее. Текстильные изделия. Подождите, мне еще. Респираторы, иные, текстильные изделия. Респираторы и иные, замещающие текстильные изделия. Замещающие. Да. Которые именно замещают одноразовые, многоразовые и респиратные. А вы эксперт? У вас есть экспертное заключение, что вот эта штука, она не замещает? Ну, это же текстильное. У вас же тоже текстильное. Единственное, что вот в этом я с вами не поспорю, да? Ну, единственное, что я говорю, что вот это постановление. А вот я в этом мировом так называемом суде. Это король Елена Петровна. Вот я. Вот, пожалуйста. Как говорится, где находится у вас там сайт? Фургуднадзор на ютубе. Я посмотрю, что там. А так пока, вот есть постановление, пожалуйста. Я же сказал, уйду. Не надо меня выгонять, я сам иду. Я вас не выгоняю. Я просто хочу дождаться. А, вот все, время прошло. Там, насколько я помню, сейчас я точно посмотрю, когда следующее заседание. Вот я до этого времени дождусь. То есть там, по-моему, 20 минут на каждое заседание. Почему? Если оно в 20 минут начинается, то в 40, по идее, должно закончиться. Вот я до этого времени дождусь и уйду. Уйду. Во сколько? 43. 43? Ну вот сейчас 40 минут, я еще 3 минуты подожду и уйду. КОНЕЦ где один из начальников говорит, 99% будем вакцинировать, а те, кто не согласен, просто будем избавляться, будем вольны. Пускай попробуют еще избавиться. Люди же тоже не пропискают, они тоже заявление напишут. Ну маски же надели, тестирование проходили. Какое тестирование? Ну, это вопрос вслух, можете не отвечать, это медицинская тайна. Понятно, тестирование. Да, маски надели, тестирование. Что? Потом вакцинирование, потом чипирование. Соображаете, что происходит? А доступ к правосудию закрыт. Закрыт? Вы меня не пускаете? Ни по доверенности, ни в маске. Всячески препятствует. А? Да нет. Нет, нет. Ну вы же служите им. Или работаете на них? А, кстати, у вас служба или работа? Я служу, да. Служба? Да. Народ и в масштабе. А я что, не народ? Народ и в масштабе. Я вас призываю к тому, чтобы не нарушаясь, спокойно, как... А я не нарушаю? Нет, подождите. Слушайте, подождите. Слушаю. Если ты говорим, оставил свои права, права граждан, которые к вам обращаются, и на них, чтобы все было заполнено. Нестальной законы. На стороне людей и народа. А так принесли все. Правильно? Возможно. Только я спокойно. Есть постановление права с председателем суда. Я выполняю его распоряжение. Нет, вы просто законы немножко не знаете. Любой нормативно-правовой акт, который ограничивает в правах и свободах, он должен быть зарегистрирован в Минюсте. А там я штемпеля Минюста не вижу. Штемпеля? Да. Там должен быть штемпель такой прямоугольный с номером регистрации и гербовая печать еще. Я там такого не вижу. Штемпеля получается? Нет, штемпель один. Штемпель это вот этот прямоугольный называется, а круглый это печать. Печать? Да. А какого цвета? Насколько я помню, штемпель синего, а печать фиолетового. Фиолетового? Да. Я просто видел оригинал устава города Сургут, мне предоставляли часть его. Я там видел на каждом дополнении стоит штемпель Минюста, номер, гербовая печать. То есть там все это утверждено, здесь я не вижу этого. То есть это личная вот прихоть председателя суда. И вы ее исполняете. Ну все, время заседания вышло. Лопатнев решил меня не приглашать. Избежал встречи. Он не просто избежал, он это, как сказать, препятствовал правосудию, личной заинтересованности. Ладно, не буду вам нервы мотать. Если мотал, конечно. Благодарствую за конструктивный диалог. Всего хорошего. До свидания. Правосудие РФ снова закрыто. Я уже со счету сбился. Раз. Два. Три. Ну как минимум три раза было закрыто правосудие РФ. Фу. Хорошо, что хоть не брызгают антисептиками. Сами используют. А? Сами-то используют. Чего используют? Курки моют. Да? А, ну, вновь может. Вольному вольному. Да. Лопатнев. Я даже не знаю, как это назвать. Как это называется? Очков, что ли? Я не знаю. А, в смысле, он очки одел? Да, очки одел. Очки одел? Или это. Ну, знаешь, да, бывает это, очки только с этим, с одним стеклом. Да. Очко. А что он так? Ну, вот видишь. Что? Личная неприязнь, походу. Да не личная неприязнь, у него прямая личная заинтересованность. Для них это, вот еще одно доказательство, что для них это смерти подобно, что встреча с живым мужчиной для них грозит дисквалификацией пожизненной, именно вот слово «жизнь». Это еще одно доказательство, вот какая ему разница, вот я пришел, и что? Нет, и все. Там даже без масок ходят. А? Я без масок ходил. Да я видел, и полицейский без маски прошел. Им можно, а мне нельзя, почему? Ну, они не люди, наверное, а живым нельзя. Не, 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 они в том-то и дело, что это. Лопотнев, кто такой Лопотнев? Лопотнев, по-моему, 7 августа 2018 года, первый, кто присудил мне 5 суток в моей персоне. Из-за него я впервые в жизни отбыл в камере 5 суток. После этого все закрутилось. До этого был Ахмедшин, он дважды заворачивал дело. Вот единственный, так называемый, честный судья, к которому у меня нет претензий. Он видел, что протокол составлен вообще по беспределу, и он его заворачивал дважды. А Лопотнев нет. К Лопотневу меня привели в наручниках. Ну, я его, естественно, там отчитал, он меня прекрасно запомнил. Такое бывает раз в жизни только. Я там на весь, на все здание, меня, думаю, на всех этажах слышали. У меня голос-то громкий. Вот я его тогда читал, говорю, вы кто такой, где ваши, это, сначала на вы, где ваши документы, а потом уже напрямую, ты кто такой, ты что тут сидишь, где твои документы? А мне полицейский останавливал, говорил это, типа, ты что судью перебиваешь? Я говорю, а где судья? Я говорю, с чего ты взял, что он в суде? Он в черном анте сидит, ни документов, ничего не показал. Я говорю, я тебя, как от полицейского, требую достоверить его личность. Кто он такой? А он, это, а этот Лободев что-то читал, читал там себе так, это, поднос. Я как начал на него наезжать, он уж так опешил, когда я на ты, на ты перешел, а уж так опешил. И все равно, дальше читай, 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 и так у него, что это, секретарь тоже там сидит, так смотрит. Ну, вот сейчас такого бы и не было, я бы по-другому разговаривал, конечно, культурно, но тогда я злой был, что меня по беспределу, это, третий раз уже пытается осудить. И трижды я побывал в камере, это тоже получается, первый раз меня задержали, я двое суток отбыл в камере, потому что нужно дождаться суда, дело завернули. Потом второй раз задержали, тоже отбыл в камере, даже пока дождешься суда, все равно ты в этом ЦВСИК, так называемый, центр временного содержания иностранных граждан. То есть, ты все равно находишься в камере и ожидаешь это все. А там, ну, никакие условия, это я озвучивал. В общем, Лопатнев первый, кто пошел на беспредел против живого человека. Я и Ахмедшину, и ему всем заявлял, что я живой мужчина, живой человек тогда я представлялся, Антон из рода Булгак, сын Николая. Ну вот Лопатнев решил пойти без предела. И сейчас он поступает. Да, это сейчас он неправильно, конечно. Не культурно, не по-человечески, я считаю. Не по-человечески. Не по-человечески. Ну, это что получается, я даже не знаю, как это назвать. Ну, это как это, как в анекдоте про выхухоль. Выхухоль. Получается, он это, он не то, что закрыл доступ к правосудию. Ну, культурно выражаешься, он избежал встречи с живым мужчиной. Всячески. Ты видел, как, чего они там сначала от меня требовали? Типа маска, не это, либо маска, либо респиратор. Потом, типа, нужна чеба-то ревенок обязательно. Ладно, без нее обойдемся. Потом он сообразил, до него дошло, что доверенность-то нужна. Пришел живой мужчина, он его пропустил, просто так. Да, без доверия. Вообще, я просто так пропустил. На доверенность. И тут он подошел, он специально не говорил про доверенность, он надеялся, что у меня ее нету, и поэтому он сразу намекал, что, типа, давайте отсюда выходите, потому что вы не чеба-то ревенок вообще. Да, да, да. А когда он увидел доверенность, он понял, что все. А нотариально заверенный документ не требует доказательств. Только до маски доколебался. Только до маски. А ты доказал, что... Да, я ему показал, постановили губернатор, что иные замещающиеся текстильные изделия. Вот везде я прохожу, и в судах, и в полиции, везде я был. Везде это... Везде работало. А здесь, а вот Лопатнев у нас этот... Ему только в маске надо. Четырехслойность титана. А, да, да. С дексидом титана надо маску надеть, и вот тогда пройдешь. Тогда пройдешь. Прими порцию яда, убей сам себя. А если дойдешь, если успеешь дойти. Да, если успеешь дойти. Вот такие дела. Всем привет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!